В лагере Заря прошло открытие первой оздоровительной смены. Главным мероприятием стала торжественная линейка. На ней собрались более 600 отдыхающих. Первая смена в Заре по традиции начинается с торжественной линейки. На площадке один за другим выстраиваются детские отряды. Ребята выкрикивают задорные лозунги и оригинальное название своих отрядов. С поздравительным словом выступила начальник лагеря Лилия Ивановна Шабурова. Каждый из вас это звезда. Так вот для того, чтобы на нашем небосводе появилось как можно больше звезд и будут для вас работать всю эту лагерную смену и весь сезон летия оздоровительной кампании будут для вас работать сотрудники нашего лагеря. На торжественной линейке почетными гостями были депутаты, председатель думы Азбестовского городского округа, а также начальник управления образованием Наталья Робертона Тихонова. Сегодня мы с вами начинаем не просто первую смену, не просто лето 2014, ваши каникулы. Мы сегодня открываем юбилейное лето для нашей царе. Поэтому мне бы хотелось вам главное пожелать. Надо обязательно друг друга поддерживать, слушаться вожаты, обязательно кушать и хорошо отдыхать. Приятного вам отдыха. Также с началом летней оздоровительной смены ребят поздравил и председатель думы Азбестовского городского округа Валерий Владимирович Белошейкин. Вы здесь найдете новых друзей, новые затеи. Вы здесь наберете сил и энергию, чтобы продолжить учебное занятие. Дети в лагере со всеми сидят на месте. Им просто некогда скучать. Специально к открытию смены ребята за короткое время успели подготовить творческие номера. В этом году оздоровительная кампания немного отличается от предыдущей. Это связано с увеличенными целевыми показателями по организации отдыха и оздоровления детей. В этом году в Заре планируется оздоровить 1275 детей из города Азбеста. Особое внимание с учетом оздоровительной кампании прошлого года мы уделяем организации питания, безопасного пребывания детей и образовательной программе. В этом году есть определенные изменения, установлена система видеонаблюдения в Заре, заключены договоры с охранным предприятием. Ну и, конечно, наши самые лучшие педагоги и вожатые будут работать с детьми. После торжественной части депутаты из Бестовского городского округа обратили особое внимание на функционирование скважин, а также работу новой газовой котельной в лагере. Напомним, что на приобретение и монтаж новой котельной ушло около 8 миллионов рублей. Сейчас лагерь работает от двух скважин. Одна находится в резерве, вторая работает на полную мощность. Эта скважина восстановленная, проведено к ней питание. Пробы качества воды взяты в этом году. Акты и заключения имеются. По поводу котельных. На данный момент функционирует старая котельная. Работает четвертый котел. Температура на выходе воды 70 градусов. Лагерь полностью обеспечивается горячей водой и при необходимости отоплением. Новая котельная с нашей стороны по электрической части подключена. Сегодня я поеду за актами о восходных испытаниях. Ребята, несмотря на то, что только заехали за рю, уже успели подружиться. Для некоторых детей лагерь вовсе стал как дом родной. Кто-то приезжает сюда отдыхать уже несколько лет подряд. Лагерь мне очень нравится, потому что здесь можно познакомиться с новыми друзьями. Много общего нужно находить. Да, красиво здесь. Много деревьев, растений. Все живозы. Тут весело, интересно. Всякие конкурсы. Постоянные дискотеки. Показывают фильмы. Вот. Потом качели, карусели. Тоже интересно. Вот в бассейн скоро пойдем. Лагерь Заря – это город детства. Именно здесь бываются все детские мечты. Каждый сезон Заря открывает свои двери для своих маленьких жителей. Каждый день здесь звучит детский смех, сияют задорные улыбки и огромной волной накрывает буря незабываемых эмоций. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников. Новости АТВ.